Игровой канал Ивана Полиота представляет Продолжение следует... Дорогие друзья, всем большой привет! Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Deus Ex Mankind Divided. На ваших экранах свежевышедшая игра. Ну как свежевышедшая? Конечно же, 3-4 дня я позволяю себе всегда немножечко потерпеть. Ибо вышла она немножечко сыровата. Патчик какой-то туда уже воткнули. Но появились жалобы. Уже на то, что на компьютерах она работает нестабильно. Что хочется мне сказать обо всем, вообще об этой игре. Первая часть перезагрузки этой игры, серии Deus Ex, вы можете посмотреть у меня на канале. Рассказывает она о некоем Адаме Дженсене, агент службы безопасности Шариф Индастрис, как-то помнит. Но даже не я, сейчас не буду я вам пересказывать все, что там происходило раньше. Просто существуют еще более старые игрушки под Deus Ex. Но они являются собой продолжением того, что будет происходить. Сейчас и происходило в Human Revolution. Ждал я достаточно долго эту игрушку. Да-да-да, все-таки это одна из моих самых любимых. На сегодняшний день Cyberpunk RPG, Action RPG. Подчеркиваю. И, естественно, мне не терпится, конечно же, прикоснуться побыстрее к этому сеттингу, вернуться в этот мир, потому что в Human Revolution я просто погрузился у него с головой. Интереснейший сюжет, интереснейшие завихрения этого самого сюжета, интриги, скандалы, интриги, расследования. Что хочется сказать перед тем, как мы начнем. Играть я буду в русскую озвучку, так как и Human Revolution проходил в русской. Переводчик, актер, который озвучивает Адама Дженсона, будет тот же. На счет остальных не знаю. Будем мы вообще здесь встречать всех своих, скажем так, дружков из Human Revolution. Но мне, в принципе, не особо-то и претил его голос. Хотя оригинал, конечно же, круче. Наверняка она видит, что опять же, в очередной раз кучу противников, которые скажут, что надо было играть в английской, а ля-ля-та-поля. Но уже начали мы с Human Revolution. И здесь же и продолжим. Буду стелсить. Буду хардкорить. Буду отыгрывать призрака, никого не убивая. По возможности забалтывая всех. И проходя игру с минимальными, скажем так, нашими, как выразиться, с минимальным появлением перед глазами у врага. Во как. Хитропопа выкрутился. Ловкий ход. Сейчас, перед тем, как начнем, мы посмотрим небольшой, скажем так, сюжетик по поводу того, что происходило в Human Revolution. И, собственно, с этого момента начнется игра. Мне самому интересно. Да, я еще скажу, что игра я не на самый максимум. Все-таки старушка моя, я ее не обновлю, видеокарту новую не прикуплю. Хотя вот-вот планирую. Если все удачно сложится, поэтому... Но игра и так неплохо смотрится. Не на максимальных, конечно же, настройках. Не DirectX 12, но все равно. Весьма-весьма я посмотрел просто так параллельное прохождение у остальных людей, кто сейчас этим занимается. А ломанулись ее, кстати, проходить почти все. Известные мне люди из YouTube сегмента LX Let's Play. Вот, но я ее буду проходить, друзья мои, да. Оговорочек, которые я буду проходить, не торопясь. Буду проходить ее, скажем так, с лупой, как выражается один известный обзорщик. Показывать вам буду стараться все возможные... Не все возможные пути достижения цели, а, естественно, конечно, по стелсу. Но буду стараться зацепить из локации все возможные плюшки. Апгрейды, деньги и тому подобное. Мы имеем всякие интересности, которые будут заставлять нас погружаться в эту игру, повторюсь, просто колоссальными потугами. О, как. Опять я выкрутился. Что еще сказать, я больше не знаю. Устраивайтесь, друзья мои, поудобнее. Нас ожидает длиннющее просто погружение, длиннющее прохождение. И очень буду надеяться, что вы также вместе со мной затянетесь. Повторюсь, перед тем, как начинать новую игру. Да, кстати, здесь есть уровень сложности. Я очень пожалел, что хочу приключений, выбрал в Human Revolution. Здесь такого не будет. Здесь я буду проходить на настоящем Диосексе. Будем хардкорить по полной. Я никого об этом не просил, но это вот на самом деле вообще уже жесть. У вас всего лишь одна жизнь. Если умрете, придется начать все сначала. Это нафиг не для меня. Я боюсь просто сердечным приступом нафиг свалю здесь. Поэтому настоящий Диосекс. Вы и машина одно целое. Мощные враги, опасные ситуации. Оставят вас попотеть и понервничать. Вы и машина одно целое. Начинаем. Так. Вы уверены, что я хочу начну новую игру? Автосохранение будет? Это ваше. Ну, естественно, я начну новую игру. Я уже, конечно же, побегал ее, потестил на всех настройках. Подогнал более, чтобы было и приятно, и комфортно играть. Свои 45 FPS при высоких, не максимальных, но высоких настройках. Но у меня же там настройок очень много. Все я их перечислять, соответственно, не хочу. Посмотрим, что было в Human Revolution, друзья мои. Я пока помолчу. Шел 2027 год. Успехи в области биотехнологии позволяли людям довести физические и умственные способности до невероятного уровня. Если, конечно, хватало денег. Появился новый вид. Наполовину люди, наполовину машины. Только не всем это понравилось. В Детройте, как минимум. Я как раз устроился начальником службы безопасности Шариф Индастрес. Одной из ведущих фирм в этой области. Дэвид Шариф сам выбрал меня. Сказал, что обязан гарантировать безопасность своих сотрудников. Одной из них была моя бывшая. Маган Рид. Нейротехнолог. Именно она нашла способ сделать аугментацию безопасной и доступной всем. Оставалось только представить результаты исследований Конгрессу. Но в ночь перед выступлением моя служба безопасности отдал нас. Отряд наемников ворвался в штаб Шариф, перебив всех, кто попался на путь. Трое были аугментированы до состояния танков. Что ему нужно? Ликвидировать Маган и ее команду. Я пытался остановить их. Но главный пробил мной стеклянную стену. И последнее, что я слышал, предсмертный крик Маган. Потом мне в голову всадили. Лучше бы я умер вместе с ней. Но случилось иначе. Мою жизнь спасли военные имплантаты высшего качества. У Шарифа было достаточно денег, чтобы снабдить меня лучшим. Я привыкал к ним полгода. Должен добыть дольше. Но на Шариф Индастрис снова напали. В этот раз группа радикальных пуристов, выступающих за чистоту человечества. Агрессивных, вооруженных, фанатично настроенных против аугментации. Они заявили, что состоят во фронте человечества, некоммерческой организации, требующей от ООН ограничить исследования в области биотехнологии. Боевики захватили зовут Шарифа и рабочих, сверхурочно трудившихся над секретной военной системой Тайфу. Шариф послал меня, чтобы ее спасти. Мне удалось это сделать, но рядом я обнаружил одного из так называемых пуристов с полным мозгом имплантатов. Он пытался снять важнейшее из параметров. Очевидно, дело было нечисто. Аугментированный покончил с собой. Я не сумел его допросить. Шариф приказал мне все разузнать, чем я и занялся с помощью Фрэнка Причарда, главы кибербезопасности фильма. Выяснилось, что неизвестный второй хакер дистанционно контролировал действия аугментированного. Мы с Причардом отследили его сигнал до тайного лагеря Фема в Детройте. Там обнаружились и наемники. Те самые, что практически убили меня шесть месяцев назад. Конечно, они попытались это повторить, но в этот раз я оказался крепче. Я вырубил громилу по имени Барретт и даже заставил его дать мне новую нагонку – пентхаус в Китае. Конечно, мы оба понимали, что там меня будет ждать ландюшка. Остров Хэншадоу. Китай. В здешнем городе так много людей, что поверх него пришлось построить еще и город. Найти кого-то в Хэншадоу нелегко. Хорошо, что я был не один. Фарида Малек, опытный пилот Шариф Индастрис, раньше жила в Хэншадоу. Приятно иметь такого человека на своей стороне. Она достаточно хорошо знала город, чтобы высадить меня в нижнюю его часть, рядом с пентхаусом, про который мне рассказывал Барретт. Когда я вошел, там уже находились агенты Белл Тауэр Асаши Лейнс, частной охраной фирмы, нанятой властями Кита. Причина оказалась не той, которую я мог представить. Там раньше жил преступник, хакер Ван Брюген, тот самый, который дистанционно управлял аугментированным на заводе Шариф. Поспешно принятое им тогда решение заставить Ауга покончить с собой оказалось ошибкой. Теперь за Ван Брюгеном охотились его бывшие партнеры-наемники. И мне нужно было опередить их в этих поисках. Чтобы отыскать Ван Брюгена, пришлось как-то договориться с триадами, руководителями преступного мира Хэншадоу. Они спрятали хакера в дешевом капсульном отеле. Когда я его нашел, Ван Брюген без колебаний назвал женщину, которая его наняла. Джао Юнчжу, президент корпорации Тай Юн Медикал. Если верить ему, Джао хотела монополизировать всю отрасль аугментации, ради чего привлекла наемников, чтобы дестабилизировать бизнес конкурентов. Шариф Мдастрис в списке стояла первым номером. Нужно было проникнуть в штаб-квартиру Тай Юн Медикал и забрать голограмму с сервера. Я подозревал, что Ван Брюген что-то скрывает, но все равно оказался не готов к тому, что мне пришлось увидеть. Мэган не погибла. Ее и четырех ближайших коллег похитили и не увезли куда-то. При этом их гибель была тщательным образом инсценирована. Отчаянно пытаясь узнать что-то еще, я встретился с Джао в ее квартире. Она хотела выставить себя пешкой в большой игре и указала на могущественную организацию, которая решает судьбы мира движением пальца. Затем она заперлась в удержище и включила трибуну. Мне пришлось бежать. Я понимал, что Джао лгала, но часть ее рассказа укладывалась в общую картину. Дэвид Шариф беспокоился о своих работниках, беспокоился так, что всех заставлял имплантировать подкожный чип-локатор. Чипы должны были подавать сигнал в день нападения. Но Джао сказала, что для их отключения хватило всего одного звонка в ПИК, ведущую мировую сеть новостного вещания через путь по системе. Чтобы узнать больше, пришлось отправиться в штаб ПИКа в Монреале. Элиза Касан. Главная по новостям сети ПИК Коммуникейшнс. Малик подумала, что я преувеличиваю, когда я сказал, что в деле замешана Элиза. Зачем самый известный ведущий сотрудничать с наемниками? Когда я встретился с Касан в ее офисе, она с готовностью признала, что заглушила спутники над Детройтом в ночь, когда похитили команду Мэгган. Сказала, что только выполняла приказ. Похоже, она собиралась сказать что-то еще, но тут появились наемники, чтобы заткнуть рот и ей, и мне. Элиза воспользовалась тем, что я отмехся в ней и исчезла. Наемниками командовала аугментированная убийца, с которой мы уже дважды встречались, Елена Федорова. Женщина, которая сделала тишину своим лучшим другом. Она дождалась, пока я отслежу передачу Элизы до тайной серверной под зданием ПИКа. Потом напала на меня со спины. Я сделал так, чтобы больше она никому бесшумно не подкралась. Когда не осталось ни Федорова и никого-то другого, вновь появилась Элиза. Оказалось, что ведущая новостей была даже не человеком, а развитым искусственным разумом, предназначенным для слежения за потоками данных и управления тем, во что верят люди. Элиза рассказала, что наемники привели врача фронта человечества, Исайо Сандавала, чтобы тот удалил чипы похищенных ученых, пока спутники над Детройтом молчали. Также она посоветовала мне поговорить об этом с Давидом Шарифом. Когда мы с Малик вернулись в Детройт, отношения между обычными и аугментированными горожанами достигли точки депутата. В нескольких городах начались беспорядки. Все ожидали вмешательства. А Шариф пытался заручиться поддержкой Хью Дэру, который из ведущего изобретателя, первого в ангарде исследований в области аугментации превратился в мецената, чтобы помешать принятию регулирующих законов. Шариф очень надеялся на Дэру. Открытие Мэган дало бы возможности миллионам людей раскрыть свои способности выше обычного человеческого предела и одновременно вывело бы Шарифом Дастрис на верхние позиции в лучах 500. Если верить Шарифу, похитители Мэган это понимали и не хотели давать людям возможность, которую не могли контролировать. Этих своих врагов он назвал иллюминатами и попросил меня продолжать поиски. Действуя дальше, я выследил Сандавала с помощью самого известного противника аугментации в Америке, Билла Дагарта, работодателя Сандавала и основателя Фронта Человечества. Сандавал признался, что оперировал команду Мэган, но при этом сказал, что чипы локатора не удалял, а только переключил их на другую частоту. Причард сумел засечь сигналы фронта. Мы с Малик немедленно отправились туда. К сожалению, иллюминаты снова были на шаг впереди. Мы попали в засаду и были сбиты Беллтауэр Асаширейц. Сразу после того, как вошли в воздушное пространство Хэншадова. Нас спасли только летные навыки Малик. После непростого боя я отступил в нижнюю дружину. Сигнал привел меня прямо к триадам. Точнее говоря, к механической руке Тонг Сихунга, божака банды жнецов, собирающих аугментированные части тел. Тонг сказал, что забрал руку с трупа, подброшенного Беллтауор под их дверь. Значит, по крайней мере, один из ученых Шарифа был уже лет. Оставалось надеяться, что остальные живы. Тонг указал мне на порт, который использовался для контрабандных перевозок людей, и помог попасть на корабль Беллтауа. Так я добрался до станции на острове Райфлмэн, военной базы в Южно-Китайском море. Там похищенных гражданских заставляли работать над проектом ХИРОН, интерфейсом между человеком и компьютером. Многие в ходе экспериментов гибели. Тут мои поиски Мэгган подошли бы к концу, если бы не загадочный союзник по имени Квилл. Я помог ему добыть компромат на Беллтау, а он провел меня на второй корабле, бывший в Сингапур, указав на биотехнологическую лабораторию иллюминатов под названием Ранчо Омега. Там обнаружились трое из ученых Шарифа, которых похитители заставили работать на технологии дистанционного отключения аугментации. Благодаря экстренному заявлению Всемирной организации здравоохранения, миллионы людей уже установили нужные для этого биочипы. С помощью ученых я узнал, что Мэгган находится в закрытой части ранчо. Там я столкнулся с Джароном Намиром, тем ходячим танком, что в свое время выстрелил мне в губ. Вместе с Джао он надеялся застать меня во спух. Встроенного ему засада не увенчалось успехом. Я нашел Мэгган в жилищах Юдеру, миллиардера-мецената, которого Шариф просил о помощи. Деру убедил ее работать над схемами биочипа, сказал, что это нужно ради общего блага. Пока она мне это объясняла, Деру появился в трансляции, охватывающей весь мир, и сказал, что тотальная аугментация означало бы гибель человечества, а затем активировал те самые биочипы, чтобы подкрепить свои дома. По всему земному шару аугментированные люди начали убивать окружающих. Деру предал всех, и теперь только я мог все исправить. Чтобы сделать это, нужно было добраться до Панхея, огромного сооружения Банктики. В коридорах, выстроенных аугментированными рабочими, я видел смерть и разрушение. К тому времени, когда сигнал Деру удалось отключить, я уже представлял ваш штат, нанесенный в гибрид. Но будущее человечества оставалось неясным. Как мир отреагирует на такую диверсию? Смогут ли люди снова доверять аугментированным? Каким окажется следующий ход иллюминатов? Только время даст ответы на эти вопросы. Когда-то я думал, что смогу спасти мир. Что с ним теперь? Совершен очередной теракт. Аугментированный пассажир ворвался в кабину авиалайнера компании «Чисто» и захватил самолет. В результате крушения погиб 251 человек, включая членов экипажа. Расшифровка бортовых самописцев показывает, что виновник трагедии мог страдать от галлюцинации после инцидента, ужасного события двухгодичной давности, когда аугментированные по всему миру впали в необъяснимую ярость, что привело к наибольшему числу жертв в новейшей истории. Иногда лучше забыть обо всем и смириться с тем, кто ты есть. Не вздумай только слететь с катушек, железяка. Если излечу, Макриди, то ты даже испугаться не успеешь. Агент Дженсен, у меня будут из-за тебя неприемности? Нет, сэр. Нет причин опасаться. Хорошо. Ты единственный аугментированный агент в команде, и я надеюсь, что ты нам пригодишься. Теперь слушайте все. Надвигается песчаная буря. Времени мало. Ошибаться нам нельзя. Мы ищем торговца оружием по фамилии Шепард. Он бывший сотрудник Болтава. Один из офицеров спецназа, пропавших во время инцидента. А сейчас вдруг появился? Это не к добру. Точно так. Он продает оружие и военные аугментации террористов. Арун Синг. Агент под прикрытием, который сумел выманить Шепарда из его норы. Лучший агент, что есть у Интерпола. Он три года работал, чтобы стать своим среди джинн. Иракские контрабандисты, чей картель обутал все восточное полушарие. На прошлой неделе наш торговец оружием предложил джиннам прорву товара с черного рынка по смехотворно низкой цене. Они послали Синха организовать сделку. Они не обрадуются, когда в кости нагрянет Интерпол. У Синха правда хорошее прикрытие? Сейчас да. Постараемся, чтобы так и осталось. Обмен будет проходить здесь. В недостроенной многоэтажной гостинице. Она пустует с самого инцидента. Картина внутри весьма неприглядная. Сейчас угадаю. Рабочие были аугментированы для тяжелых строительных работ. Когда же они взбесились во время инцидента? Началась настоящая кровавая баня. И с тех пор внутри не бывал никто, кроме нескольких бездомных торчков. И каков план, директор? Синк встречается с Шепардом на нижнем этаже в главном атриуме гостиницы. Большую часть джинов он отправил в пентхаус, чтобы занять выгодные позиции. Группа Макриди зайдет сверху, расположится над атриумом и произведет арест. Дженсен отправляется на крышу. Какое задание? Не пустить джинов к общему веселью. Насколько нам известно, единственный путь из пентхауса в атриум относительно целая шахта лифта. Она здесь. Полностью блокировать доступ. Хорошо. Готов начинать. Агенту Дженсену я бы посоветовал не полагаться только на свои аугментации. Будьте осторожны. Здесь работает агент под прикрытием. Ему будет проще сохранить свою легенду, если он окажется не единственным выжившим. Именно так. Ага. Потому что если с ним что-то случится, говорить с его женой будешь ты после того, как из больницы выйдешь. Что касается дальности. Там много как открытых пространств с высокими потолками, так и тесных помещений и коридоров. Многое зависит от удачи. Предпочитаю бить наверняка. Дайте мне оружие ближнего боя. Все будет. И последнее, Дженсен. Сингс сказал, что джины для связи используют что-то вроде переносного усилителя. Если ты его отключишь, ему будет проще сохранить свою легенду. Постараюсь это сделать. Но разве нам хватит времени? Вы сказали, что приближается песчаная буря. Это так? Да, так. И узнали мы об этой сделке в последнюю минуту. Приходится поторапливаться. Если придется выбирать, то основная задача не пустить джинов в Атриум. Понял. Пора заканчивать со сладкими грезами, друзья. Приближаемся к нужному зданию. Ты первый, Дженсен. Вперед! Опер-группа Актив. На связи Большой Нож. Идите тихо и снижайтесь до 4 километров. Ну что, друзья мои, пребываем после инструктажа коротенького мы в Дубае, Абу-Даби, в Арабских Эмиратах, если кто не знает. Вот. И Дженсен у нас первым готовится десантироваться. Прямо без парашюта, да? Ну, у него есть аугментация, которая позволяет ему приемляться плавненько. Это у нас еще сохранилось. Прокачка сохранилась, я так понимаю, да? С предыдущей части. Кстати, самое, что интересно, я не понимаю, вот когда сейчас нам показывали то, что было в предыдущей части, очень странно, что разработчики не дали возможность продолжить, благодаря нашим выборам и нашим решениям, принятым в Human Revolution, развиваться событием сейчас. Как это, допустим, сделать тот же самый Mass Effect. Но приземлились мы, собственно, на разрушенное здание. Жаль за начальнику группы. Я на крыше. Понял. Заходи в здание. Нужно блокировать проход в дальней части пентхауса. Помни, что попасть туда напрямик может быть сложнее всего. Так точно. По крыше сообщит, когда его группа будет готова. Конец связи. Полтавни тут, конечно, по-прежнему очень много. В общем, не сказал бы я, что приветливо, но очень и очень красиво и детально встречает нас сия локация. Что-что. А деталям они здесь очень много уделили времени. Будем осматриваться, будем по углам по всем смотреть, что где лежит неровно, разглядывать всякие бочки, отталкивать их и смотреть, что может поднять. А под ними может быть все, что угодно. Это я еще понял из Human Revolution. На более низком уровне сложности, кстати говоря, здесь очень много подсвеченных предметов, которые не дадут мимо себя пройти. А вот на этом дайте мне Deus Ex или как-то там настоящий Deus Ex предстоит самому вынюхивать. Ну и это на самом деле даже лучше, потому что там просто столько всего на экране у вас будет, если вы будете на низком уровне сложности проходить, что просто как-то мне лично стало некомфортно. Так, вот здесь вот лежит трупик, на нем есть карманный секретарь, который позволяет нам... Я не буду зачитывать вслух все это дело, друзья мои, я вам на паузу предлагаю нажать и зачитать. Мы получаем здесь полезный код. Я надеюсь, что мы его применим. И какие-то чаечки, смотрите, какая буря песчаная. Обалдеть. Я бы не сказал, что прям супер это все смотрится некстгенно, даже на самых топовых настройках она в принципе точно так же показывает картинку. В принципе, вот сама атмосфера просто завораживающая. Вот. Тяжелые предметы, кстати, у нас были тоже прокачаны, таскать. Холодильничек, это у нас, ну, или шкаф какой-то полетел со всей вытекающей из Дженсона силушкой богатырской. Дженсен, мы проходим. Ах, черт! Что такое? У них тут несколько генераторов запущено. Придется взламывать панели. Ты справишься, Макрити. Все не сложнее детской мозаики. Красный это фу, бяка. Да пошел ты! Да, забавный диалог. Какие-то такие цензурированные уже чересчур у них тут перебраночки. Хотя в дальнейшем, я думаю, это все поменяется. Не забудьте заглянуть перед тем, как вы запрыгнули наверх, в заднюю нишку. Там, видите ли, я подобрал парочку интересных предметов. Собственно, это у нас панель аугментации, которая позволяет использовать всего 4. Возможно, 5, если еще учитывать левый уголок от этого крестика внизу, в левом, если да, возможно, можно будет использовать. Пока еще я толком не разобрался, но будем по ходу пьесы. Трупья тут очень много валяется. Опять же, рекомендую осматривать каждого. Можете действовать по моему прохождению и собирать с них как минимум кредиты. Вот валяется шкафчик, тоже тут кредиты лишние, не забывайте. Бабки тут пригодятся. Пригодятся на праксисы. Праксисы будут продаваться наверняка, как и в Human Revolution. Поэтому деньгами пренебрегать не стоит. Я помню, в принципе, я достаточно неплохо прокачался в Human Revolution, но опять же, я пожалел, что я играл там на среднем уровне. Надо было, конечно, наставить. Каюсь, каюсь. Так, вот у нас еще лесами какими-то придавленными лесами, а какой-то стойкой придавлен труппак. И у него тоже какой-то карманный секретарь. Естественно, я опять же нажму на паузу. Вернее, вам предлагаю нажать на паузу, чтобы вы прочитали. Защили все это. Ничего полезного вроде здесь как бы и нет. я буду стараться сам прочитывать мельком то, когда буду записывать, потому что мне самому интересно читать. Но вы, друзья мои, я просто читаю про себя гораздо быстрее, чем вслух. Слух это зачитывать смысла никакого нет. Я сначала пишу, потом уже все это дело комментирую традиционно в своих прохождениях. Поэтому, если кто-то, повторюсь, не успевает читать то, что я показываю, газеты, какие-то газетные вырезки, карманные секретарии и тому подобное. А мы будем находить такие синенькие, как они там называются-то, планшетики, где нам еще за это будут давать, кстати, очки опыта. Так, собственно, это система взлома компьютеров. Она претерпела визуальные, скажем так, корректировки, но, по сути, смысл остался тот же. Есть несколько узлов и центральный узел, который охраняется в Firewall. Как если один из узлов на этом Firewall завязан, включается тревога и начинает тикать время. Начинает тикаться. Заговариваюсь. Вот. И вы, собственно, рискуете, опоздав, не взломать зелененький центральный узел, который, собственно, дает нам доступ взлава моему объекту. Господи, я уже все. Надо орехи, короче, щеки вставлять, чтобы скороговорки проговаривать. Взламываемому. Ладно. Проехали. Я думаю, суть вы поняли. Здесь нам предлагают пройти небольшое обучение. Это так чисто для себя записал. Ничего здесь сверхъестественного нету. Система укрытия работает, в принципе, также с некоторыми дополнениями и изменениями. То есть, мы прижимаемся, вид плавно перетекает от третьего лица, позволяя насладиться нам неплохим дизайном самого нашего главного персонажа. Красиво нарисован, дает его блестящие руки, костюмчик его. Сворится все очень здорово. Плюс, ко всему прочему, можно от укрытия к укрытию теперь перебегать автоматически, как этот, допустим, делал Сэм Фишер в Splinter Cell Conviction и Blacklist. То есть, такие привязываемые объекты. И это прикольно, надо сказать. Мне понравилась такая система укрытий. Для Стелсона она будет очень помогать. К тому же, не только можно в виде от третьего лица прибегать от укрытия к укрытию, можно и куда-то, скажем так, в любую плоскость, что называется, тыкнуться мышкой и он добежит. Правда, потом перейдет от первого лица. Вот еще кредиты мы нашли. Пролазим здесь по альтернативному пути. Не вырубать я не хочу, пока я не хахаю. За невырубку врагов, по-моему, дают какой-то серьезный подход. Не ачивка это, а вот бонус за локацию. Вот. Это может повышать вашу вероятность все-таки закончить эту миссию призраком. Я ее сейчас, естественно, закончу на максимальные всевозможные призрачные очки с учетом того, что мне еще удастся как-то достать какие-то плюшки в виде денег и тому подобных ништячков, которые мы будем находить, которые нам, возможно, потом будут пригождаться хотя бы на продажу. Так, это, собственно, лечилка. Как вы видите, на карте ходит чувак. Внимание! На топлере видно, что надвигается буря. Она будет сильной и здорово нас потреплет. Ненавижу ебаную пустыню. О, а вот и матерок пошел. Время работает против нас. Понял. Вас понял. Мне на секунду показалось, что это Петр Гланс. Это он с обычным матерком не брезгует в какой-нибудь игрушке. Но уже, в принципе, давным-давно еще в Ведьмаке стало нормальным матом ругаться. И это, в принципе, неплохо, друзья мои. Меня это радует хоть какую-то, никакую, но передает напряженность в диалоге, как минимум. Как максимум, скрашивает очень и очень все эти зацензуренные выражения. Поддает, скажем так, колориту. Собственно, в этой локации очень много ящиков, как вы видите, да, и я, повторюсь, рекомендую вам их все обшарить. Для этого вам надо будет дожидаться того, как охранник будет отходить в дальний угол, если вы можете наблюдать на мини-карту. Это, кстати, не такая вот прям условность уровня сложности, а это прокачанный аугмент, так называемый, который позволял нам видеть еще в предыдущем, ну, не в конце, а в степени прокачки наблюдения за мини-картой и врагами, куда они смотрят, в принципе. Это еще фишка самых командосов, кстати говоря, есть. Это те же самые разработчики, ну, я надеюсь, что те же. В следующем случае Идос Интерактив точно. Так, здесь мы не будем проходить обучение, оно опять же будет связано именно только с перемещениями от укрытия к укрытию. Тут стоит охранник, и я вот здесь небольшую ошибочку допустил, прыгнув без аугментации на бесшумный ход свой, который, видите, динамик такой с крестиком, самый верхний. Тогда бы не отреагировал вот этот вот охранник, но он нас не заметит, и вот это вот его состояние не влияет никак на ваше призрачное прохождение, поэтому главное, чтобы он вас не засек и не поднял тревогу, главное, чтобы у вас красненьким не стал индикатор, тогда можно будет, переждав кое-какое время, нарушив, скажем так, его маршрут, немножко, но он все равно так или иначе потом возвращается в исходное свое положение, алгоритм, скажем так, его маршрута впоследствии не меняется, если вы не подняли тревогу. Он походит, пошумит, но потом вернется. Уже такого сэндбокса непредсказуемого не будет. Поэтому ждем, сейчас пока он пойдет по своему уже заданному маршруту успокоенный, и потихонечку так вот между коробочек перемещаемся, переключаемся, и попутно хватаем то, что неровно лежит. Традиционное занятие, прямо как Гаррет в луизище. Но это не ЗИФ, друзья мои, это крутой Deus Ex. Я прям предвкушаю, насколько здесь все круто за дизайне, насколько здесь все будет круто проработано в плане вот дают нам странника за лазание по вентиляции. Я прям предвкушаю, насколько здесь все круто будет проработано в плане достижения наших целей. И мне это не дает покоя как можно быстрее начать проходить. Но, как я сказал раньше, проходить я буду не спеша, изучая, как-то вот пробуя для себя сначала искать лучший вариант. медленнее, чем хотелось бы. Тут словно погром на кладбище был. Не понял. Когда в 27-м случилась эта хрень, народ ломился к лестнице, похоже. Тут повсюду горы трупов. И твоих дружбанов хватает, Дженс. Тебе может запчастей принести каких-нибудь? Мне со сливками. Двойную порцию за. Раз уж не спроси. Что это он интересно имел ввиду? Это такую шутку за 300 отмочил, да? В общем, пробираемся за коробочками за идущим в эту комнатку товарищем. Его мы пока вырубать тоже не будем. Не пока, а вообще не будем. Так, ждем пока. Да, вот ведь он здесь подходит к перилам, потом он резко разворачивается и идет в смежную комнату. здесь я задержался только для того, чтобы оборонить этот труп, друзья мои. Все, пошел он обратно, только нужно аккуратно, потому что даже когда Дженс приседе, он обладает как быстрым, так медленным шагом. Вот, и при быстром шаге вас могут обнаружить на слух. Вот, прыгнув в комнату с газом, не забудьте метнуться налево, в левый уголок и вообще и в правый тоже, но правом-правом ничего нету, сразу могу сказать, на предмет ништячков, которые вам пригодятся впоследствии. Так, ну что ж, переходим в следующую локацию. Здесь ходит товарищ, только не торопитесь, он оборачивается. Да-да-да, на столе лежат лежат, лежит, пистолет пулемет и его можно схватить и как только отвернется охранник, пробираемся сюда наверх и пролазим вот в этот вот вентилятор, вентиляционный, конечно, шахта. Вот за ней нам храник, я не знаю, сейчас дадут, не дадут, но если что, кстати, можно вылезти вот здесь. Зачем? Ну это как альтернативный ход просто. Так, автосейвиками я, конечно же, буду пользоваться, сторонник, кстати, нам чуть не дали. В этой комнате находится дополнительное сюжетное задание и два охранника. Забавно, в первой игре в первой игре выходил Зон Визон, когда я начинал кого-то молотить, по-моему, если мне память не изменяет, а здесь такой прям человек-невидимка начинает как кризис, прям кризис. Это прикольно. Так, газетенки. Блин, ну вот их, конечно, зачитывать это уже совсем прям, честно говоря, я не это самое. Все, все набазарились. Так, Хамит, закончишь в Дубае или Лето-Поля, здесь тоже, я не знаю, попробуй, если кому-то так это все быстро напрягает, ну просто нажимайте на паузу, ребятки, и читайте. Вот еще одна, один планшетик, вот за эти планшетики, кстати, нам дают очки опыта с классностью ученый, да, по-моему. Также нажимайте на паузу и прочитывайте. Да, ученый. Все, отрубаем. Миллер, я отключил усилитель джинов, теперь им будет сложнее что-то услышать или передать. Отлично, если повезет, легенда Синха не пострадает, когда все закончится. Понял, теперь направляюсь к основной цели. Да, и не забывайте шкафчик проверить, там тоже лежит полезный ништячок. Собственно, отключена у нас, отключена у нас система наведения джинов, ура-ура, и теперь можно выдвигаться уже поблизости собственно к самой точке сбора, где собственно будет происходить сделка или что-то там такое, да. Мне так нравится как песочек, здесь и песочек. Блин, здорово над детализацией поработали. Даже, в принципе, как многие говорят изданий и обзорщики, что Deus Ex это игрушка не про графику, да. Но не могу не отметить насколько все-таки они поработали над движком. Для полной, конечно же, красоты вам потребуется не меньше 970-го GTX-а с поддержкой DirectX 12. У меня, к сожалению, пока этого нет, но повторюсь, именно эта локация выглядит почти так же, как и на топовых летсплейщиков. Поэтому надеюсь, что визуальный ряд вас не разочарует. Жен, занимаем позиции на террасе. Ты где находишься? Еще иду. Ну так шевелись! Вражеский борт на подходе и скоро придет песчаная буря. Ты усилитель связи отключил? Да, вывел из строя. У железного дровосека есть сердце. Молодец! Думаешь о команде? Конец связи. Ну все, главное, этот нас одобрил. И даже эта комната, смотрите, как здорово. Какие-то раздолбанные колонны в висячем положении. Тоже какая-то экспозиция, наверное, да? Не знаю. Ладно, взламываем замок очередной с очередной системой взлома. Вот. Укрепления пока я не вспомню, зачем они нужны, но, наверное, для того, чтобы как можно, как с можно и меньшей вероятностью взломали, взломал вас фаерволк. Обнаружил, то бишь. Стараться надо, я так понял, на все узлы тыкать, потому что можно какой-нибудь ништяк получить. Какой-нибудь там стоп-черфь или что-нибудь подобное. Я насколько правильно это тоже опять-таки помню. Времени у нас предостаточно. Но, ладно, не будем тянуть кота. Непричинные места. Доступ разрешен, но стоп-черфь мы не это сам. Зато нам дали скриптора. Ну, давайте посмотрим видеоролик. Собственно, прорвались мы. Прокрались, вернее. В нужную нам локацию. Говори, Дженсон. Путь к пентхаусу перекрыт. Джинны нам не помешают. Прием. Понял. Давно пора. Вражеский борт на подходе. Так, ударной группы. Занять позиции. Удар один. На месте. Удар два. Все готово. Удар три. Готовы. Удар четыре на позиции. Ждем. Всем приготовиться. Да, конечно же, Борис. Закрой рот, Холидай. Заткнитесь оба. Удар пять на месте. Всем внимание. Синг видит Шепарда. Сейчас подключу. Цель в зоне действия. Не забывай, там Синг. Стрелять осторожно. А ты смелый, Синг. Затевать сделку прямо перед бурей. Матери природе, я не командир. Мистер, зови меня Шепард. А, был такой капитан. Это оружие? Интересно, что он имел в виду, кстати говоря. Того ли Шепарда он имел в виду? Их сейчас найти все труднее. Оружие пока в вертолете. Покажи мне деньги и... Вот это круто. Ассасины. Гошашины. В масках. Из стелса. У нас тут гости. Шепард мертв. Охренеть. Это не джены. Повторяю, это не джены. Слаженно действует. Вы посмотрите. За оружием пришли. Огонь. Открыть огонь. Открыть огонь. Вали. Открыти. Они к летовету идут. Стрелять можешь. Нет, нет. Вы под сильным обстрелом. Вертолет не должен взлететь, Дженсен. Понял. Че-то напомнили мне Багровые реки вторые. Такие же там были черти. Это плохо. Они совсем близко. Надо спасти Сингха. Дженсен, мне с ним не связаться. Так, друзья мои. На лифте спускаться мы не будем. Прыгаем вниз. Благо, агментация нам позволит приземлиться мягонько. Вырезать мы никого вырубать, вернее, не будем. Тут идет полный бардак. Рискуем быть замеченными. Используй себе репутацию призрака. Принято. Вот. Для начала нам надо скушать также батончики этой киберэнергии. Для того, чтобы передвигаться сначала бесшумным шагом, а потом вовсе войти в инвиз, чтобы нас не спалили. Несмотря на бурю, нас все равно почему-то отчаянно парят. Не знаю, с чем это связано. Вот. И то даже, вот видите, заметил товарищ, но, повторюсь, на это никак не скажется. На вашем обнаружении и на репутации тоже. На очках призрака, я имею ввиду. Друзья мои, на этом я хочу с вами закончить. Сейчас будет очень долгий такой диалог и тому подобные всякие сценки. Вот. Поставьте большой пальчик вверх, подпишитесь на канал. Постараюсь. Скоро выложу вторую часть. Покупка видеокарты уже в процессе. Но, если у кого-то есть желание этот процесс ускорить, реквизиты для денежек будут в описании под видео. Ни в коем случае я не клянчу, что ваше добровольное, что называется, начало. Помощи каналов. С вами был Фариот. Скоро увидимся. Всем большое пока. Искусственные глаза, механические конечные... Атла на компьютерах. Контролируемая человеком эволюция, доступная всем. Когда все кончится, иллюминаты не смогут контролировать таких конкурентов, как не в России. Нет, стой. Происходящее на улице Детройта. Безумие, охватившее людей с механическими аугментациями. Шанхай, Лос-Анджелес, Анкара, Дубай. Там люди выбирают. Миллионы гибнут. Поезд, выживших в парке, постепенно превратился в разбор заводов. Растущий список стран, требующих переселения аугментированных граждан, возглавляет Чешская республика. Перевозят в безопасные места, одежда в воде закрытия и решили конденсивные. Мы были жертвами. Нас наказывают за момент, когда мы себя не контролируем. Несколько взрывов. Может, заминированные машины. Новый террас. В этот раз у полицейского участка. Новая организация по борьбе с терроризмом получит международные полномодные базы. Агент Дженса. Я не допущу, повторяй. Я не допущу, повторяй. Я не допущу. Субтитры создавал DimaTorzok